от тьмы к свету кассета 2 прозрел продолжение решил я тогда закрыть винную торговлю она конечно доходу моего сильно убавилась да у меня мысли уж в другую сторону пошли мне дорог стал божий доход в евангелии сказано где сокровище ваше там будет и сердце ваше поняли теперь купцы почему петр иванович ходил долго задумавшись поняли почему на старости лет он сам из-за книжный прилавок стал петр иванович прозрел уразумел главное дело человека в божьем поместье прибавился новый исправный работник дай бог ему силы пошли господь и помощников ему из журнала воскресный день номер 1 страница 10 год издания 15 1901 год на деревенской улице вылез дедушка назар из своей душной и закопченной избы на улицу поглядел в один конец деревни осмотрел в другой и сел на завалинку подышать чистым слегка морозным воздухом деревенская улица в будни редко бывает людной проедет мужичок в розовольнях спеша в лес за хворостом пройдет бабенка по какому-нибудь женскому делу к соседке и снова никого на улице на дворах еще заметна жизнь где мужички возятся по домашнему хозяйству да на реке куда гремя ведрами идут бабы и девки по воду со дворов доносятся окрики мужиков мытяния коров а с реки визгливые голоса баб или сообщающих друг другу деревенские новости или просто судачащих про отсутствующих однодеревенцев дедушке назару скучно ему хотелось бы покалякать с кем-нибудь поделиться соображениями насчет будущего урожая а на улице не души крикнул было он дядя савелью который завернувшись в нагольный тулуп живописными заплатами трусил мимо на своем старом совраске но дядя савелье только приподнял с косматой головы шапку из которой от времени стала вылезать на свет божий пакля и проехал мимо пробегала через улицу бабенка в засаленной коцовейке спеша за водой на речку окликал дедушка назар и бабенку смотря на нее из-под ладони и боясь дать веру своему потухающему зрению матрена что ли не нила дедушка назар откликнулась веселота не замедляя шага и кланяясь приветливо старику не нила то то я гляжу как будто не схожа на матрена то приедет муж к рождеству то пишет что приедет дедушка назар так так обнов гляди навезет парень у тебя хороший не нилушка с понятием парень не то что никита авдотин муж приехал к михал архангел а привез всего ничего себе гармония жене плетку учить говорит тебя буду а за что учиться баба рук от работы не покладает докаженный грош норовит в доме сгоношить его выплетка это следовало живи по-божьему да по христианскому мать старуха это уж мне плакалась у людей говорит сыновья то дом мурачители доспорители а мой сокол и пьяный гол а дедушка назар оглянулся во все стороны и вздохнул не нилы давно уже не было она черпала воду из реки и разговаривала с бабами задумался назар об авдотином никите и не слыхал как к нему подлетел с санками белобрысый мальчуган лет десяти дедушка назар здравствуй крикнул он старику поправляя отцовскую шапку сижавший ему на глаза васютка что ли обрадовался дедушка назар не кишка дедушка назар бойко выклинул мальчуган и присел на санке и то ведь не кишка улыбнулся старик глаза то у меня дружок подгуляли очки купи наш учитель за всегда очки носит и без очков доживу много жить то осталось всего ничего очки тоже поди денег стоит да ты дружок от кеда это скачешь а из дома дедушка назар сейчас на речку кататься с горы побегу ишь ты а в школу то почему не ходил до нас распустили совсем а так так на отдых значит но но многому научился в школе то многому дедушка назар читать умею писать полинованному а а отчу знаешь да мы давно уже верую прошли да ну удивился старик ишь ты какой прытки от земли не видать а он уже верую батюшка по незакону то обучает батюшка он у нас добрый никого даже на коленке не ставит выговор сделает коли урок не выучил только и всего не стягает значит разгой то и чего захотел дедушка назар разгой разгой то и тядька дома попужает а в школе драть николе учитель и сейчас дыхнуть время нету потому как уроки отошли пение обучать начинает пение церковному что ли а ты как думал по нотам поем ну куда тебя малышу то по нотам то петь то пойдем дедушка назар учитель-то в дисканта поставил приходи на праздник село наше пение слушать приду как же такого соловья как ты не послушать ухмыльнулся тот бороду приду а в арифметике гораст сложение прошли дедушка назар и вычитание и умножение ишь ты вычитание умножение а ну-ка ну-ка смекни-ка ты мне вот что продал я тут скупчику 40 оршин это самсона андреевича что ли дедушка ему ему он у нас купил да чуть было не общел счета у него такие есть щелкал щелкал костяшками да мамку было и общелкал на 8 гривен неужто общелкал затревожился дедушка назар ах иродова душа мамка то было уже деньги за щелок а я ей говорю погоди мамка за щелок то может общелкал так и вышло стали считать а восьми гривен и нет восьми гривен мамка ему сейчас подай восемь гривен отдал отдал не то говорить о костяшку положил нужно говорить красненькую накостить то а я красненькую то скостил да белую накостил ах продажная душа подачи-ка ты дружок меня может и меня общелкал 40 оршин по 18 сколько это денег 40 гривенников 4 рубля 4 так так да 40 гривенников 4 2 же 4 8 рублей постой парень по 18 я продал а мы дедушка назар сейчас две копейки скостим а ну то-то скости не кишка а то этак мы с тобой с кубчик это тоже общелкаем самсона андреевич и не общелкаешь уж больно варить некий гораст купец чего уж тут на том стоит 40 копеек до 40 это 8 гривен скостим 8 гривен из восьми рублей скачивай дружок скачивай займем рубль из восьми останется 7 из рубля вытись надо 8 гривен так остается 2 гривен и 2 гривен и до 7 рублей выходит 7 рублей с 2 гривеном ну-ну скачивай дружок скачивай да я уж все скостил дедушка назар 7 рублей с 2 гривен им ты самсона андреевича должен получить врет твоя арихметика никишка верно считаем дедушка а ты сколько с него получил 6 7 гривен ну на полкину он тебя и обсчитал да не уж ты прям ах разбойная душа 40 гривен до 40 гривен 8 рублей это на костич а по 2 копейки за 40 скостить 8 гривен всего из восьми рублей выше 8 гривен так так не то и значит косточкой щелкнул не то и дедушка назар ишь ты грех какой закачал головой старик кто-то я считаю считаю все как будто не выходит по его-то по его-то дедушка завсегда выйдет а по нашему не выходит мамку даже самсон андреевич обругал такого махонького клопа дура за две версты в школу гоняешь вдруг волк из леса и твое же дитё растерзает никакие у вас чувства нету к своему детищу а мамка смеется понимает что это он с досады что общелкать ее не пришлось обкостяжил на полтину жди его теперь ирода чаю сусил два фунта гляди чаем общелкал мамке тоже фунт сусил да хотел взять по полтора рубля вот-вот из меня полтора завсегда да прежде порубь 30 у него же брали а сейчас полтора война говорит у нас с китаем такая идет что весь чай немецкая конница потоптала жди говорит теперь если когда война кончится да когда новый чай вырастет не кишка так и походил покатился со смеху ты дружок это с чего возрился на мальчуга на старик да уж очень смешно дедушка назар вытирал тот рукавом слезившийся от смеха глазенки мамке он тоже самое загвоздил а я ему на это врешь дяденька самсон у нас учитель газету получает и все про войну нам говорит война закончилась и посланники уже бумагу китайскому императору насчет мира послали а война совсем не там была где чай растет страсть как обозлился дедушка назар это самсот самсон андреевич то я бы говорит твоего учителя за хвост до палки чтобы учебой занимался они китайской политикой за руб 30 отдал а с меня полтора жду да ведь как расписал таир это ну просто хоть совсем чаю не пей на чаю на 40 копеек общелкал да на холсте на полтину на чуть не на рубль обласкал старого обкостяжила клопа не смог но не кишка ну парень не кишка да где же ты они кишки давно и след простыл катится он с горы на салазках прямо на реку и посмеивается на то как самсон андреевич ловко дедушку назар общелкал из соседнего леса потянуло ветерок сгущаются тени сумерых в окнах измелькает огоньки снова бегут бабы с ведрами на реку и раздается протяжный лай собак а дедушка назар все сидит на заваленке качает головой тьма то наша что значит на цельный рубль обкостяжил шепчет его старческие губы у праздника номер 15 страница 178 герасим семенович сутин ходил по комнате и жирным баском напевал волною морскою понтом покры фараона он готовился к празднику сегодня страстная суббота и потому он чувствовал себя уже несколько в праздничном настроении анна феодорна его супруга уже почти все приготовила к празднику окорок был запечен куличи вышли на славу в комнатах чисто анна феодорна ходила по комнатам оглядывая все хозяйственным взглядом герасим семенович продолжал напевать древних гонителем учителя под водой с крыша анна феодорна села на стул сложила руки на животе и облегченно вздохнула а я герасим семенович управилась окорок стынет куличи ничего себе но и все прочее а ты как управился герасим семенович прервал свое мурлык они недовольно поморщился как же управишься с этими негодяями и праздник не праздник вот думал получить все долги по крайности к страстному четвергу а вот и в субботу приходится беспокоить себя разве не платят хидоркин да вдова маринкина хотелось очистить счета к празднику и со спокойным духом встретить не знаю удастся ли послал за ними герасим семенович опять зашагал по комнате и с экспрессией запел егда славнее ученицы супруга его направилась в кухню но от прихожей послышался шум кто-то кряхтел и азартно вытирал ноги о половик через некоторое время дверь полу отворилась и в комнату просунулась седая голова герасим семенович внезапно принял остервенелый вид и с угрожающей ласковостью приглашал посетителя пожалуйте почтеннейший пожалуйте званый гость сколько послов за вами было ко мне самый справник по первому зову жалует а вы третьего дожидались седая голова окончательно просунулась в дверь за ней выступала и туловище одета в рваный зипун на ногах были грязные лапки и анучи старик часто и низко кланялся виноват герасим семенович а только не с чем было идти хоть убей сил нету платить теперь а на хватать моей лавке товару хватало сил старый хрыч виноват да что ты мне как сорок отвердишь виноват мне деньги нужны а не извинения твои вот и штука то что денег нет врешь старик вот тебе крест только всего и осталось что петишин на праздник для семейства герасим семенович на некоторое время даже замолчал до того его удивило заявление собеседника опомнившись он визгливо словно оскорбленный в лучших своих чувствах закричал так вот оно что так разносолы разводить у тебя деньги есть а платить долги нет нет мошенник то я таки а грабить меня захотел старик покачал седой головой с упреком прервал герасима семеновича да не что я отказываюсь от платежа ведь завсегда платил и тут заплачу да только по времени для праздника на фаминой неделе все до копеечки отдам знаем мы вас подавай деньги да ведь семейство тоже разговеться охота герасим семенович затопал ногами подавай старый черт а не то вот тебе крест ни на грош ничего не поверю и герасим семенович властно протянул широкую ладонь старик посмотрел на эту ладонь жаждущие его последней пятишны на гневное лицо кредитора в его неумолимые глаза и вздохнул заворотил полурвановой армика засаленная пятишница была положена в руку герасима семеновича и крепко им зажата а старик грустно проговорил без праздника ты меня оставил герасим семенович старуха то моя взводит ну и дочка тоже ладно и без перов обойдетесь да да перов ли разговеться бы но герасим семенович снова начал сердиться ты мне лазарь это не пой старик замолк и тряхнул головой попятился к передней герасим семенович спрятал полученные деньги в обширный засаленный бумажник и снова начал мурлыкать про себя из кухни послышался голос анны федоровны семенович тут вдова маринкина пришла герасим семенович снова принял свирепый вид пусть войдет сюда я не укушу маринкина вошла с порога начала низко кланясь и звонко затороторила батюшка герасим семенович с гакукой пришла к тебе ведь все равно на фаминой позовешь гряды копать так задолго то и отработаю ведь только недельку тебе подождать сироты то мои по крайности на праздники мяса и куличка беленького покушают маленькие они еще хочется им герасим семенович на цыпочках тихо приближался к маринкины и прерывая ее задал целый ряд вопросов а мне миленькой куличка не хочется мне праздник встречать не надо мне деньги не нужны мне-то можно и без денег побыть красноречие вдовы иссякла она растерянно топталась на месте герасим семенович с удовольствием наблюдал впечатление произведенные его словами еще с большей иронии продолжал так вот голубушка и мне хочется куличка беленького а если мне долгов платить не будут я останусь без куличка значит подавай три целковых которые задолжала ах ты господи ей богу же нет а куличики то разводить нашла капиталов да ежели всего два тридцать осталось ребяткам на розговом немало скупить мучки до маслица да вот и выложи мне эти два тридцать я тоже хочу купить мучки до маслица герасим семенович вдруг круто переменил тон и грозноряху нечего бобы то разводить плати да пожалейте сироты ведь баба не серди для праздника вдова хлопнула руками быстро выхватила из кармана деньги швырнула их на ближайший стол и злыми слезами в голосе крикла подавись аспит а по шее не хочешь герасим семенович сгреб деньги а вдова с большей злобой повторила ну что ж бей одно к одному сирот оставил без праздничка так а чего же еще мать не раскровенить пошла вон и пойду а ты аспит сиротскими слезами питаешься вдова вылетела из комнаты сильно хлопнув дверью в кухне некоторое время раздавался ее звонкий голос а затем все смолкло герасим семенович сел на диван и недовольно морщился бармача за свои же деньги тебя же и ругают наступила тихая весенняя ночь на небе сверкали миллионы звезд так торжественно словно хотели осветить путь спешащим храм обитателям маленького городка герасим семенович совсем уже одетый ожидал супругу которая заканчивала последние ревизии своего пышного костюма и с удовольствием посматривал на пасхальный стол обильно уставлены яствами и питьями он предвкушал удовольствие розгвине у него даже потекли слюни чтобы избавиться от соблазна он поторопил жену супруги отправились герасим семенович по обыкновении забрался на клирос откуда ему было видно всю толпу клир сопровождения части молящихся уже ушел в крестный ход через некоторое время из-за затворенных дверей храма послышалось торжественное пение вот двери скрипнули растворились и молодой священник высоко подняв крест со свечами радостно возгласил христос воскресе толпа гулкой ликующей ответила воистину воскресе и герасим семенович радостно твердил воистину воскресе оглядывая молящихся вдруг взгляд встретился со взглядом старика сидоркина герасиму семеновичу показалось что старик смотрел на него с упреком герасиму семеновичу сделалось как-то неловко радостного настроения как не бывало ему вспомнилось как старик упрашивал его как вдова маринкина кричала своих четверых детях о муке из которой она хотела испечь им беленький кулич воображение герасима семеновича встали и старуха сидоркина у которой из иссохшего лица капали слезы по последней пятишнице из-за которой она ее старый муж остались без разговаривания плачущие дети маринкиной он словно слышал как с плачем детские голоса просили мама почему нет куличика герасиму семеновичу стало жарко он беспокойно завозился на месте а глаза невольно обращались в ту сторону где стоял сидоркин недалеко от него и вдова маринкины а пожалуй и того перед праздником то и не следовало бы подумал в герасим семенович зря пожадничал можно было бы и подождать герасим семенович краснел потел а мысли назойливо вращались около печальных семейств его двух должников герасим семенович пробовал молиться но будто стыдился класть на себе знамени но вдруг лицо его прояснилось он весело взвинул в ту сторону где стояли сидоркин и маринкина и даже улыбнулся им едва только кончилось заутрення он бросился искать свою жену найдя он похристосовался с ней и торопливо заговорил вот что старуха сейчас иди домой и пошли с работником вдове маринкиной кулич десяток яиц и кусок ветчины только живо да я обед не думаю ступай тебе говорят бог простит не за худым идешь затем герасим семенович одернул свой новый сюртук достал из бумажника две ассигнации и торжественным шагом направился к вдове христос воскресе сердитая вдовица маринкина не особенно любезно взглянула на него но все-таки ответила воистину воскресе и протянула губы герасим семенович похристосовался и сунул ей в руку трешницу вдова в изумление раскрыла была рот но герасим семенович остановил ее не бормочи на фаминою отработаешь а ребятам твоим я послал кулича и герасим семенович быстро отошел от нее также торжественно он направился к сидоркину молча с ним похристосовался и подавая пять рублей ласково проговорил получи назад не к успеху мне так я погорячился отдашь после а бедный герасим семенович простоял честь честью разговелся дома хорошо и лег отдыхать радостный и улыбающийся светлый праздник рассказ природа оживилась и зелень вся как будто обновилась и на окне цветы живые все раскинулись во всей своей красе страстная неделя это истина святая неделя уже в понедельник чувствуешь что-то особенное неизъяснимо умиротворяющее в воздухе благухает не только весною но в нем уже таинственно переливаются чудные звуки пасхального звона волны которого радостным порывом врывается в наше сердце и говорят нам что вот скоро настанет этот светозарный с нетерпением ожидаемый всеми святой день на святой руси не только в больших городах но селах и самых глухих деревнях празднуется воскресение христова с одинаковым восторженным благоговением приготовления которые спешно идут во всех православных домах богатых и бедных известны всем кто не испытал при виде этих приготовлений чувство ожидаемой радости и мира который принесет на землю светоносный день воскресения но у всех ли такие радости и этот светлый мир пасха христова в воспоминаемое мною время была поздняя красная весна решительно прогнала матушку зиму совершенно не оставив никаких следов ее владычества многоводная но не широкая речка мара развелась было широко по лугам и опять вступила в свои берега на деревьях распустились почки и светло-зеленые листочки готовы были вырваться наружу а на светлой неделе в садах уже цвели яблони красиво выглядело село краснополье окруженное садами за серебряной издевающейся лентой марой на горе синелся лес и белый храм с высокой колокольней и блистающим крестом обнесенной резной оградой с плодовым садом красующейся на возвышенности еще более усиливал красоту картины тем что к нему приближалась группа краснопольцев которые шли на призывной благовесть церковного колокола была великая пятница страстной недели в храме совершилось совершился вынос плащаниц и народ приложившись к ней разошелся по домам оставалось только несколько исповедников но и они скоро оставили храм недалеко от церкви на самом углу широкой улицы и напротив дома священника выселся большой одноэтажный каменный дом местного богатого мужичка Василия Ивановича и рядом с домом каменная же кладовая где помещалась мелочная лавка в которой Василий Иванович держал всякий товар необходимый для деревенских обывателей да кстати сказать и краснопольцев держал он в своих руках или вернее в ежовых рукавицах все краснополье должно было ему благодаря этой мелочной лавочке но Василий Иванович к осени умел получать если не весь то большую половину долга если не деньгами то натурой все такие должники отрабатывали свой долг на его трехстах и десятинах земли и конечно с выгодой для Василия Ивановича мужички не обижались что работа у него обходилась им не особенно выгодно но что поделаешь если нужно же было забирать в его лавочке необходимой для семьи в осени нужно было платить подати а кто выручит их тогда как не Василий Иванович под весеннюю работу правда у соседнего барина работа оплачивалась куда дороже если у Василия двадцать копеек то у барина сорок копеек да ведь барин то вперед денег не давал а то пожалуй и так что в барской конторе не вдруг отдадут а назначат число которое два раза отсрочит барин уехал в Москву а у Василия Ивановича отказа не было немного разве покуражится продержит а выручит он не только он только что пришел от вечерни он исповедовался и придя прямо прошел в горницу сел к столу не сказав никому ни слова он что-то был не в себе это заметили и мать его старуха и дочь Глаша пятнадцатилетняя девушка вот и вся семья Василия Ивановича хозяйку свою он похоронил в рождественском посту был у него еще женатый сын Ваня но об нем речь впереди четыре года как он не жил в родной семье низко опустил свою седую голову Василий Иванович и задумался по временам тяжело вздыхал и на глазах его показывались слезы его никто не думал успокаивать с тех пор как покинул его любимый сын а затем умерла жена он часто задумывался не лучше был и остальным членом семьи они тоже грустили эти потери для всех одинаково были тяжелы но никогда не было так тяжело и грустно Василию Ивановичу как в этот день а об чем он думал думы его были далеко далеко не по расстоянию а по времени вспомню как четыре года тому назад он со своей семьей встречал Пасху при этом воспоминания он еще ниже наклонил голову свою и заплакал да тогда была в сборе вся семья была жива хозяйка жил с ними его любимый сын двадцатилетний красавец Ваня надежда всей семьи наследник всего состояния на красной горке думали они со старухой отпраздновать его свадьбу приглядели невестку в соседнем базарном селе у такого же богача как и Василий Иванович одно девка некрасива да зато преданница не стыдно в дом привезти одного добра за ней сколько и денег давал тысячи будущий сват а одна дочь и по смерти все б с сыновнина было да не суждено было отпраздновать эту свадьбу Ваня отказался наотрез не люба была ему эта невеста старше его лет на пять а полюбил он в своем же селе сиротку девушку Настю бедную но зато красавицу жила она у своей тетки бедной вдовы в небольшом домике кельи и скромная была эта Настя застенчивая на улице долго не засиживалась грамотница не только полюбилась Ваня Настя а и Ваня для нее был краше всего на свете но она не смела и думать об нем Ваня первый жених в Краснополе богатый пожалуй и в городе за него дали бы невесту где уж ей бедной круглой сиротке думать об нем но не так думал Ваня на второй день Пасхи он объявил отцу что не женится на выбранной невесте а возьмет Настю Василий Иванович сильно рассердился даже проявил свою родительскую власть да не тут то было Ваня стоял на своем напрасно покойница жена его на коленях просила сына жениться на той, которую они выбрали не срамить их в старость Ваня был непреклонен тогда старик пригрозил ему что если он вздумает жениться на бедной сироте то тогда он ему не сын и не наследник его имения и это не подействовало на Ваню на Фоминой неделе состоялась свадьба Вани и Настя отец ему ничего не дал кроме небольшого домика на конце села и сказал чтоб его нога никогда не была дома Василий Иванович благословение не дал но и запрещение не высказал сказав пусть женится посмотрим как жить будет и вот четыре года как нет спокойствия в его доме то непрестанные слезы жены которая захворала от этого долго хворала и наконец умерла когда сына ее уже два года как не было в Краснополе он ушел в Самарканд на железную дорогу чтобы работой достать хлеб для своей семьи то угрызение совести что и он плохо поступил с сыном угрызение впрочем минутное не такого был Василий Иванович чтобы подлаживаться этому чувству Настя с маленькой дочкой Машей осталась в Краснополе ей Ваня обещал высылать денег не важно жилось Насте без мужа если б не добрые люди да не тайная забота матери Вани то плохо бы ей было старуха хотя и сердилась на непослушного сына но была жалостлива и если боясь гнева мужа и не навещала Настю которую почему-то полюбила но тайно посылала туда свою дочь с разными припасами а иногда и деньгами у старухи была мысль когда не помирить сына с отцом и она тоже даже раз как-то заикнулась об этом мужу но он так взглянул на нее так топнул ногой что старуха уже больше не заводила об этом речи так и умерла она не дождавшись примирения не взглянув перед смертью на своего неблагодарного но все же любимого сына перед смертью уже впрочем тихонько позвала к себе Настю с девочкой благословила их но от волнения не могла сказать слово не утерпела старуха в последние минуты и собрав последний остаток своих сил сказала мужу Василий Иванович Голубчик прости Ваню грех будет тебе ведь всего у нас довольно не договорила старуха последнее слово это был ее прощальный вздох после этого горя как будто и постарел Василий Иванович еще более стали его белее волосы стали а не стар еще сравнительно был он всего пятьдесят восемь лет но видно не летает не старая человека вспомнилось ему как сын его Ваня побившись в Краснополе и не найдя достаточной для пропитания работы собрался уходить в Самарканд как накануне ухода пришел проститься к ним поклонясь им в ноги как плакала при этом прощание его старуха жена а он сам сам он только сказал ему с Богом не дав даже на дорогу копейки и уже четыре года как семья его сына живет отдельно Василий Иванович не только не помогал этой родной семье но даже не справлялся об ней не думал а сегодня вот он она пришла к нему в голову но пришла не сама собой не потому что сам Василий Иванович вспомнил об этой обездоленной семье а его заставили вспомнить подумать об ней да подумать и где же заставили в храме Божием пред гробницей страдальца Господа да там когда его последнего исповедовал отец Александр и когда он после исповеди просил батюшку принять от него пожертвование на покупку партии для престола и жертвенника сколько потребуется отец Александр благодарил его за жертву но посоветовал ему ради приближающегося светлого праздника а главное ради того что на другой день ему должно принять святые дары простить Ваню и принять его с семьей в свой дом много и умилительно говорил отец Александр и слова его запали в сердце Василия Ивановича завладели всем его существом батюшка с отеческой любовью заботился о семье Вани утешал их пастырским словом и письма свои Ваня пересылал через него когда простые когда денежные на первой неделе поста Ваня прислал письмо с двадцатью рублями и сообщал что слава Богу заработки его дозволят ему к Пасхе вернуться домой и заняться хозяйством а больше потому печалился отец Александра о его семье ибо верил что рано или поздно упрямый старик помириться с сыном и поэтому каждый год старался его усовестить но напрасно а в нынешний раз он почему-то надеялся что его слова не пропадут даром и не применил напомнить старику что Ваня должен сегодня или завтра прийти вот что заставило Василия Ивановича подумать Глаша и старая мать Василия Ивановича не знали какие думы занимали Василия Ивановича предполагая что это обыкновенная печаль старика сыне и жене но они выведены были из этого недоумения самим Василием Ивановичем матушка Глаша подьте сюда в это время старуха сидела на печи а Глаша хлопотала с самоваром она была за хозяйку после смерти матери и за старостью бабки это было необходимо они обе удивились не столько зова его сколько странности его голоса он говорил и плакал когда старуха и Глаша вошли то Василий Иванович не сразу обратился к ним он долго не мог скрыть своего волнения и слез так что Глаша испугалась и спросила батюшка что с вами старуха начала было пенять ему сынок что ты больно то же грех бога гневить пришло время умереть дарья и умерла вот скоро светлый праздник Василий Иванович не отвечал на вопрос Глаше и почти не дал договорить старухе а оправившись от волнения задал им такой вопрос матушка Глаша что вы рады будете если я возьму Настю с Машенькой к себе как не рады давно бы пора грех с души снять проговорила старуха сначала бывшая против этого но время видно все изгладила и она теперь с радостью ухватилась за мысль сына батюшка кормились возьми и мне с Машей веселее будет Глаша всегда любила свою племянницу в свободное время бегала к своей любимице и своей любовью много облегчало их долю ну вот что поблагодарим Бога время терять нечего Василий Иванович помолился на иконы в серебряных ризах перед которыми заботливой рукой Глаша была затеплена лампада ему с усердием последовали старуха плакала Глаша вытирала слезы и во всем доме Василия Ивановича стало как-то светлее это и понятно после всех этих испытаний во время которых они мало и говорили друг с другом так как старик постоянно был угрюм и целый день находился в лавке старуха по слабости пребывало больше на печке они все желали перемены к лучшему и наконец вот это желанная перемена любимый внук сын и брат со своей семьей будут жить вместе с ними будет все по старому как было в прежние счастливые годы радость охватила всех Глаша успел уже сообщить работнику и кухарке и те искренне радовались что хозяйский дом не будет теперь казаться пустым и мертвым когда все отправились от прежней минуты старик велел Глаше принес из лавки сверток разных гостинцев и когда она принесла отправился с ними к Насте на конец села в домик в котором он бывал доженить бы сына еще было светло солнце еще только заходило все краснопольцы видели как Василий Иванович с белым свертком в руках направлялся к концу села держась с того порядка на котором жила его сноха смотрели и недоумевали Василий Иванович после свадьбы сына не только не ходил этим порядком а даже старался объезжать его по задам когда приходилось ему ездить на базар так как дорога пролегала как раз мимо дома его сына некоторые деревенские кумушки любопытные до всего выскочили даже на улицу и стояли до тех пор пока внушительная и благообразная фигура Василия Ивановича не скрылась в известном домике кума а ведь Василий Иванович пошел мириться со своей снохой вот притча видно Ваня то хочет взять к себе сказали слышь что батюшка то у плащеницы все его урезонивал проговорила другая ну дай да даст бог измаялась Настя то в бедности да не в достатке последуем за Василием Ивановичем в дом сына Настя перед приходом свекра не помышлявшая конечно об этом выберила свою уютную хатку вымыла полы нарядила свою ненаглядную Машеньку и посадила ее на лавку она в этот день поджидала что вот может быть к вечеру придет наконец долгожданный ее дорогой Ваня которого вот уже два года не видала она и Машеньке беспрестанно говорила что вот скоро должен прийти батя Маша конечно лепетала что папа придет но не понимала радости матери да и отца не помнила ей немного было более трех лет теперь а когда ушел отец она оставалась одного года Настя не раз вытирала наступавшие слезы сердце ее усиленно билось она уже в десятый раз принимала считать письмо Ване в котором он сообщал что выйдет из Самарканда на шестой неделе их пасхи будет дома она не раз бегала к отцу Александру спрашивать когда должен вернуться Ваня батюшка утешал ее говорил что в конце страстной недели непременно должен прибыть а вот уже и пятница на исходе а его все нет что как остался почему не теле задержался где на дороге а может быть болен а то и того хуже при этом она принималась плакать становилась на колени предобразами и горячо молилась за своего любимого мужа Василий Иванович достал ее за чтением письма Настя увидев свекры испугалась сдрогнула а одна за такудрая Маша улыбалась и своими голубыми глазенками удивленно смотрела на неведомого ей старика который захлопнув дверь молился на образа в первую минуту никто не мог проговорить слово но Василий Иванович овладел собой первый дрогнувшим голосом проговорил добро поживаешь Настя пришел к вам в гости добро пожаловать Василий Иванович живем помаленьку промолвила Настя тоже придя в себя от испуга и удивления старик не выдержал заплакал заплакала и Настя Настя прости меня старика что не примечал вас с вами не примечал не любил вас грешник я старик при этом повалился в ноги Настя в испуге бросилась поднимать старика батюшка что вы мы перед вами виноваты простите нас и когда старик при помощи ее поднялся она тоже поклонилась ему в ноги старик растроганный поднял ее и поцеловал Маша глядя на эту сцену сильно испугалась бросилась под стол и начала плакать так что не вдруг могла Настя ее успокоить вот что Настя теперь иди жить к нам будете вы хозяева в моем доме меня старика да бабушку только покойте что же батюшка мы рады вот как Ваня придет тогда и пойдем пойдем сейчас Машеньку я донесу Маша уже сидела на коленях у деда и с радостью кушала гостиницы принесенные стариком нет батюшка лучше завтра мне хотелось бы встретить Ваню здесь ну ладно как и знаешь ты пришли соседку то ко мне как придет Ваня давно старик не называл этим именем сына с тех пор как он ушел от него накануне своей свадьбы с Настей и здесь в этом доме настал мир и печаль заменилась радостью старик ласково простился с Настей поцеловал Машеньку и успокоенный ушел домой скоро протекла ночь Настя в полночь ходила к утренне краснопольцы с удивлением смотрели как Глаша шла вместе с Настей во время обнесения кругом церкви плащаницы и весело разговаривала с ней идя домой впрочем для многих благодаря досужим кумушкам не было тайны что Василий Иванович помирился со своей снохой и берет сына к себе но некоторые конечно и не знали но что замечательно все радовались этому едва ли были люди которые отнеслись к этому недоброжелательно разве и зависти кто но не думаю чтобы могло быть место этому недостойному чувству в такой святой день как Великая Суббота посмотрим что делал в это время Ваня рано утром в этот день он уже был в уездном городе отстоявшим от Краснополя в 35 верстах закупив в гостином дворе разных подарков для своих дорогих Насте и Машеньке он чтобы сохранить лишний рубль для своей семьи отправился в Краснополе пешком вот уже он прошел последнее селение перед Краснополем обогнул его гумны две версты почти пробежал в гору и увидел свое Краснополье прежде всего святнулась серебряной полосой светлая родная Мара затем из-за уступа горы выглянули сады и немного погодя на возвышенности блеснул крест Краснопольской церкви Ваня от волнения радости опустился на колени и не мог оторвать своего взора от родных полей последние пять верст уже не чувствовал как шел он бежал и чем ближе оставалось до Краснополя ему казалось что она уходит дальше наконец вот и сады скоро остались они позади и приветливо выгнал конец улицы и он увидел свою ненаглядную Настю которая с Машенькой на руках уже бежала к нему навстречу невозможно описать радости Ваня и Насте но она думаю понятна всякому кто хоть раз в жизни испытал разлуку с близкими и милыми родными у дома Ваня уже собралась порядочная толпа народа и радостно приветствовала Ваню многие плакали Ваня обнимал всех кто-то дал весть Василию Ивановичу первый прибежала Глаша и с плачем бросилась на шею брату которого уже обвивала своими маленькими ручонками Маши держа в своих руках нарядную куклу скоро явился Василий Иванович трогательно было смотреть на них отец и сын не говорили они обнимались и плакали наконец когда улеглись первые восторги и радость свидания старик ни минуту почти не дал сыну оставаться в его маленьком доме и взял к себе Ваня в знак радости подарил этот дом Настиной тетке которая переселилась в него из своей кельи с двумя племянницами сиротами дочерями недавно умершей в соседней деревне сестры Василий Иванович совсем переменился простил много долгу и даже отпустил многим беднякам из своей лавки товару в подарок к великому дню у Христовой заутренне отец и сын стояли рядом нельзя было без умиления смотреть на старика он все время во все время заутренне и плакал когда отец Александр пришел с крестом поздравил их светлым праздником великую семейную радостью то Василий Иванович сказал благодарю батюшка за ваш добрый совет не было у меня еще такой радости как теперь вот уж истина светлый праздник пятое заповедь номер 31 быль в глуши с изранского уезда с импирской губернии среди лесов и гор по крутым оврагам словно прячет от света божьего раскинулось село монастырский Сунгур по крутым откосам горы и оврагов как гнезды ласточек лепятся маленькие неприглядные избушки громадный бор покрывающий окрестные горы стоит как будто думая какую-то тайну и думу разгадать которую не дано человеку кругом все тихо только крест небольшой стоящий на горе у самого леса церкви ярко сияет господство над окрестностью и самые лица обитатели этого тихого уголка как нельзя более гармонируют с окружающей природой вечно задумчивые грустные они вовсе не похожи на открытые беспечно веселые лица крестьян пригородных приволжских и находящихся при больших дорогах сел и редко-редко теряет эти унылые лица свое обычное выражение разве только в одни семейных радостей и больших праздников во время которых размягчается самая черствая душа и разглаживаются самые глубокие морщины в число таких праздников в описываемом селе относится и праздник в честь святых бессеребренников Косьмы и Дамиана во имя которых построен приходской храм и именно во время этого праздника случилось то истинное происшествие о котором я и хочу рассказать это было в 1899 году 1 ноября весело сияло осеннее солнце на только что выпавшем снегу на небе не облачко день выдался самый праздничный только что отошла обедня пестрой толпой под праздничный звон колоколов потянулись из церкви богомольцы своими праздничными одеждами представляя самое прихотливое сочетание всевозможных цветовых красок множество лошадей запряженных в сани потянулось по улицам наполненным по праздничному разодетыми жителями окрестных сел и приходской деревни приехавшими по исконному обычаю к празднику после небольшого затишья по случаю обеда улицы снова ожили наполнившись народом вышедшим на улицу погулять и посудачить о своих немудреных житейских делах послышалось и пение праздничного тропаря то священнослужители обходили со святыми иконами дома своих прихожан но осенние дни недолгий наступил и вечер один за другим засветились в домах огоньки и скоро горы покрылись правильными рядами огней а служили у храма общий молебен и час народного веселья наступил сразу стало как-то шумно послышались смех и звонкие голоса веселой молодежи кое-где затянули и песню тихо и робкое в начале песни все разрасталось и разрасталось и наконец грянуло вовсю наполняясь село своей задушевной русской мелодией но но недолго веселье шло спокойно на горе недалеко от церкви послышались голоса споривших спор все разгорался кто-то подбежал послышался шум и крик караул убил неприятно огласила крестность тотчас же говор затих остановился смех молодежи и песня оборвалась толпы народа со всех сторон кинулись в нагорную сторону откуда слышались крики о помощи слышны были возгласы кто что как кто убил кого убили кто кричал но никто не мог дать положительного ответа и всяк только торопился скорее бежать на место происшествия желая узнать подробности и если не поздно подать посильную помощь пострадавшему а там было вот что среди огромной толпы сбежавшегося народа в избе крестьяна Никанора Леонтьева Басова при тусклом свете чадящей лампы на полу лежал сам хозяин дома старик лет шестидесяти а над ним удерживаемый на народом стоял сын его Феодор молодой двадцатипятилетний парень порываясь ударить старика отца и оглашая в воздух неистовыми ругательствами убью зарежу скрипел он на старика зубами силясь вырваться из рук державших его но руки держали крепко и Феодор плакал от злости изрыгая на отца те скверные ругательства передать которые не решится никакое перо Федя за что родимые заступитесь убьет обращался несчастный полумертвый от горя и страха старик к окружавшему народу погоди дай вырваться доконай не уйдешь душу выну рычал обезумевший от злости сын подоспела и сельская полиция тащите его шельмака в арестантскую приказал соцки не надо говорили другие видишь он пьян проспиться тогда видно будет что с ним делать а пока увидите его окаянного от греха то убьет он дедушку никонора бог судья тебе феодор плакал поднявшийся с полу старик вот православный заговорил он обращаясь к народу весь век свой маюсь наказал меня господь сыном один ведь он у нас уж я ли его не любил я ли его не лелеял бывало мал был он ночи не сплю все гляжу на него не нагляжусь а теперь господи да есть ли хоть один день когда он не ругал бы меня остался ли хоть один волос у меня на голове который он не тронул бы и за что и не удумаю и старик плакал все горче и горче и слезы ручьями текли по его морщинистому старческому лицу толпа молчала многие плакали а ты в волосе пожаловался дедушка может и уняли бы его сказал кто-то нет родимый не могу жалко мне его детище ведь он мое господь ему судья он пусть его и накажет замолчишь ли ты собака кинулся на старика успевший уже освободиться от державших его сын вишню не то распустил ах ты и скверное слово огласило воздух и прежде чем кто-либо успел схватить его он кинулся на отца сильным ударом ноги сбил его с ног отчего тот как с ног повалился на пол но тут Федора схватили и потащили из избы вон что ты что ты кричали все ай забыл на кого ты кинулся как зверь смотри бог не потерпит ай забыл заповедь божию чти отца и мать ай думаешь что старик не хочет жаловаться на тебя так уж и управы на тебя нет нет Федор есть суд не людской а божий отсюда людского уйдешь а от божьего нет и эту окаянную ногу твою которую ты пинал отца и сушит бог антоновым огнем спалит он ее вот тогда и будешь знать как бить отца старого Федора увели народ разошелся старик Никанор сел на лавку и закрыв лицо руками не слышно плакал все стало тихо а суд божий был уже близко проснувшись на другой день утром Федор чувствовал себя нехорошо голова его болела глаза слепались в теле была какая-то разбитость в горле пересохло сердце болезненно ныло ко всему этому прибавилась какая-то странная боль в правой ноге которая ныла и горела как в огне взглянул Федор нога как будто припухла и покраснела устяки думал он уши как-нибудь нечаянно пройдет а теперь пока пойду куда-нибудь похмелиться а то голова что-то больно трещится вчерашнего гуляния и превозмогая боль в ноге Федор отправился в гости сидя в гостях Федор старался рассеяться но напрасно на сердце было тяжело да и на людей глядеть было стыдно после вчерашнего происшествия к тому же и боль в ноге не только не унималась но еще более усиливалась прошло три дня опухоль ноги все увеличивалось а через неделю нельзя было уже и ходить и пришлось слечь в постель приходилось полечиться и вот после долгих уговоров и домашних лечений Федора отвезли в больницу села Новоспасского находившееся в десяти верстах где Федору произвели вскрытие подкожного нарыва и оставили на излечение но не помогли лекарства и не спасли Федора люди от определения воли Божией в конце ноября родные потеряв всякую уже надежду на выздоровление больного привезли его домой с горькими слезами возвращался он плача просил отца и мать простить его а для облегчения его совести пригласить священника исповедавшись и приобщившись святых тайн Федор почувствовал себя лучше но облегчение было только временное и 3 декабря ему сделалось так плохо что он перестал дышать и лежал так с полчаса все думали что пришел ему конец в избу набилось много народу и все плакали об Федоре уже как об умершем но вдруг он открыл глаза и вслух произнес не плачьте я еще не умер пришла была уж и смерть ко мне да кто-то светлый велел ей погодить а потом что же потом Федя рыдая спрашивала мать потом не помню забыл ответил как бы силясь вспомнить что-то Федор и как бы спохватившись прибавил тятенька маменька простите вы меня христа ради за то что обижал и тиранил я вас умру я скоро а пока пошлите-ка за батюшкой пособороваться маслом надо мне непременно да поскорее желание умирающего было исполнено и на другой день после совершения над ним таинства святого или освящения примирившись со всеми Федор скончался много толков вызвала смерть Федора но все видели в ней наказание Божие вразумление прочим народное пророчество сбылось антонов огонь поразил дерзкую и пинавшую отца ногу Федора и всем невольно вспомнилась пятая заповедь закона Божия чти отца твоего и матерь твою да будет тебе благо и да будешь долголетен на земле номер пятьдесят первый тысяча девятьсот первый год журнал воскресный день бумажник рассказ во всей деревне Подолино не было мужика неудачливее и несчастливее Павла Семенова это удивляло всех но будь он еще каким-нибудь пьяницей или ленивым человеком тогда понятно было что у него нет удачи и достатка а то ведь нет Павел Семенов не пил ни капли ни зеленого ни красного вина работал усердно и не хуже людей а зимой когда многие из его соседи валялись целые дни на печке и ничего не делали он ездил каждый день в город занимаясь извозом просто он был как говорится бесталанный и неудачник на делу Павла был маленький а детей девять человек да все малолетних помощи от них большой он еще не видел а прокормить и одеть всех надо вот он и перебивался кое-как из года в год и хотя порядочно зарабатывал извозом да деньги как-то невидимо уходили из под руки на разные нужды а тут еще погорел он летость в самую жаркую пору под Ильин день загорелась у соседа а огонь и перекинуло в одну минуту к нему на крышу дело было ночью все крепко спали проснулись уж тогда когда огонь над головой почти полыхает где может вытаскивать что-нибудь из добра на силу сами живьем выскочили да еще слава богу скотину со двора согнать успели сильно тужил Павел Семенов трудно дался ему этот год где в долгу набрал где под работу корову продал а кое-как построил себе дом двор и избу баба его лукерия целую ту зиму ездила по всей губернии собирала христорадина погорелая надавали люди добрые и одежи кое-какой и хлеба и семья кое-как справилась с нуждой многого еще не было в хозяйстве многое надо было купить и завести а главное не было коровы всяк знает что без коровы мужику плохое дело особенно если есть малые ребята думал думал Павел как ему быть с этим делом да и порешил отдать старшую пятнадцатилетнюю дочку Машу в няньке в город а Петьку которому исполнилось десять лет определил свою деревню на лето лошадей стеречь все таки какую копейку лишнюю возьмет за ребят а сам станет работать еще усерднее может бог даст к весне наберется на корову денег надо еще сказать про Павла что он отличался необыкновенной честностью никогда во всю свою жизнь не брал ни одной чужой крошки никогда не обманывал никого а всегда во всем держался правды над ним смеялись иной раз в глаза и называли дураком эх ты спасенный аль прямо в рай норовишь попасть нет брат нынче не проживешь так знаешь поговорку от трудов праведных не наживешь палат каменных верно это поговорка ты погляди вокруг себя кто богат и доволен тот кто сумел стащить либо неправдой забрать у другого а ты что вон и работаешь и не пьешь а что у тебя ни хлеба ни достатка одни лапки да прореха но Павел только отмахивался от таких речей ну что ж что у меня лапки да прорехи стало быть я стою того стало быть на то божья воля не надо мне достатку коль он неправдой нажит и так по воду без достатку и побудь весь век так дураком и проживешь а награды тебе небось ни от кого за твою честность не будет говорили ему смеясь соседи да и не жду награды ни от кого а не хочу я делать по вашему потому что греха боюсь своя душа дороже достатка живешь тут но немножечко и не увидишь как смерть придет а на том свете весь век жить надо боясь так на кой мне ваш неправильный достаток так Павла и прозвали спасенным и часто подшучивали над ним однажды зимой перед самым Рождеством Христовым Павел по обыкновению собирался в город с извозом купец сорокин нанял его везти товар от своей усадьбы на вокзал пока Павел запрягал лошадь лукеря собирала ему одежу и хлеб с солью в холщовую сумку Слышь Павел коли хватит денег купи окоренок да ухват мне никак невозможно обойтись особливо к празднику ладно хватит ли еще денег то топор обязательно нужно потому мне без него хоть в город не езди к соседям не набегаешься за всякой малостью муки небось нет тоже хоть пудик придется взять а ты тут со своими бабьими глупостями окоренок какой то ей купи ответил Павел вводя лошадь за ворота да я то чем виновата что у нас нет ничего наряжаюсь я что или куда деньги попасту деваю ты глянь что она мне надета рваня одна люди смеются лукеря сердилась на мужа что он попрекнул ее окоренком и кричала со слезами несчастная я маюсь маюсь а все радости себе не вижу попрекать еще попрекает всякой малостью ну поехала теперь махнул на нее Павел запри высшие ворота да иди вызву не ори на морозе и они он выехал со двора нагрузившие товары зомбара у купца сорокина Павел и другие восики потянулись к городу снегу выпало в этот год много дорога была рыхлая трудная тяжело нагруженные розвольни раскачивались на поворотах мужикам приходилось поддерживать сани а кое-где прямо на руках вытаскивайте снегу наконец вот и вокзал там уже дожидался сорокин со своим приказчиком товар нагрузили в вагон и купец созвал всех восиков в кучу для расчета он присел на Павловы дровни вынул мешок с серебряными рублями и полтинниками и начал рассчитывать народ последний подошел к нему Павел Семенов вот тебе два полтинника это будет рубль а вот еще два четвертака за вчерашнюю естку а полтинник получишь после ваше степенство сказал Павел Семенов отдайте все вчерашний совковый до нынче рубль выходит всего 2 рубля очень деньги нужны праздник подходит то другое надо сами знаете не могу я другим многим не доплатил потому что еду в Москву через час я разменных денег с собой нет и все крупные билеты небось не пропадет твой полтинник через день вернусь опять товар возить будешь купец сорокин слез с саней и пошел к вокзалу а Павел почесал за ухом подобрал вожжи и сев боком на розверни поехал догонять своих товарищей которые гуськом тянулись от вокзала к городу эх денег то на окоренок не хватит опять баба моя развоюется он стегнул лошадь и поправился на своем месте вдруг он почувствовал что под ним что-то захрустело Павел пошаял рукой сено под собой и вытащил большой кожаный бумажник в котором обыкновенно прячут деньги и бумаги удивленный он остановил лошадь и долго вертел и разгадывал бумажник эка дива откуда же он попал ко мне в сани удивился мужик может бумаги какие нужные лежат чай не нашли это сорокина бронил как сидел давеча да рассчитывался любопытство разобрало Павла поглядеть что тут есть в бумажнике он осторожно расстегнул его и обомлел вся правая сторона бумажника была туго набита сто рублевыми бумажками он видел такие не раз в руках у других и мог различить к тому же Павел был немного грамотен и разбирал по складам он не тронул денег и пошарил в бумажнике слева там находились какие-то большие синеватые листы так штук пять шесть он вытащил один и прочел на нем написанные крупными буквами тысяча цифры разобрать он не мог не умел но догадался что и эти листы тоже деньги и деньги крупные Павел закрыл бумажник и не помня что делает положил его опять сено под себя в голове у него кружилось руки тряслись отроду еще он даже и не видел так много денег а тут вдруг они у него в руках нет сомнения что это потерял Сорокин но он верно и не знает где потерял их мало ли где мог обронить никто не видел никто не знает взять их себе спрятать куда-нибудь тут наверное побольше десятка тысяч наберется чего только не купишь на эти деньги надо только аккуратнее быть сразу не оказывается а то сейчас подумает откуда у него деньги аль взять справду ведь это же не то что воровство я нашел деньги бог их мне послал но при мысли о Боге Павел вдруг опомнился господи что же это я делаю вскриклон человек потерял деньги а я думаю мне их бог послал сатанинское наваждение это искушает меня сатана проклятый Павел снял шапку перекрестился дрожащей рукой и тот же почувствовал как туман рассеялся в его голове на сердце стало легко и он более не колебался что ему делать он поворотил лошадь и поминутно подстегивая ее направился обратно к вокзалу еще и издали увидел он купца Сорокина который в сопровождении своего приказчика и станционного жандарма шел от товарной станции к вагонам туда где только что грузили его товар на купце что говорится лица не было он растерянно разводил руками и говорил что-то жандарму Павел слез с саней и подошел прямо к ним ваше степенство не вы ли обронили бумажник в санях я нашел своих видно когда еще народ рассчитывали потеряли купец торопливо схватил бумажник я потерял господи вот счастье то думал дорогой едучи выронил он быстро открыл бумажник и начал считать деньги все тут все цело и он поглядел на приказчика потом на жандарма точно дерясь чему-то да как же этот бедный мужичонка не скрыл свою находку а принес ее в целости хозяину ты один нашел деньги или кто-нибудь был с тобою спросил сорокин никого не было а нашел я в сене прямо сел на этот бумажник и не заприметил сразу что да вы того не сумлевайтесь я не трогал тут ничего малость полюбопытствовал взбинул что в нем есть а не трогал все деньги целы сами говорите что да и я равно бы и не оборонил ничего из бумажника видно беспокоить заговорил Семенов купец опять еще с большим удивлением взбинул на своих спутников и сказал да я не о том голубчик говорю что деньги не все 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 целы я благодарю бога что нашел их ты а никто другой спасибо тебе большое спасибо и вот тебе от меня за благодарность сорокин проворно вытащил из кармана пальто целую горсть серебряных рублей отсчитал десяток и протянул павлу тот смутился и не брал их да за что же это мне столько что же я ничем не заслужил со всяким может быть приключите потеряешь какую вещь нет уж увольте ваше степенство на чаек малость пожалуй а это нет увольте он не знал что говорит давешнее греховное желание взять чужие деньги мучило его и он чувствовал себя точно виноватым перед купцом а у того и руки опустились и не знал он что ему и подумать об этом удивительном мужике мало того что он не украл деньги теперь еще и награды не хочет брать а ведь по всему видно что человек он бедный неимущий сердце купца сорокина смягчилось и умилилось может быть первый раз в жизни ну вот что я тебе скажу Семенов я потерял деньги и это было для меня большим горем господь утешил меня и вернул мне мою потерю пусть же и ты утешишься сегодня я знаю что ты человек бедный на купи себе все что нужно для твоего хозяйства помни не я тебе даю а бог посылает за твою честность он раскрыл бумажник вынул оттуда 100 рублевую бумажку и всунул ее в руки Павлу тот долго глядел на нее думая что все это видит во сне спасибо тебе ваше степенство дай тебе господь счастье за доброту а я ее век не забуду он низко поклонился со слезами на глазах поклонился сорокину и вышел к своей лошади в город он не поехал а поворотил домой 100 рублевку подарок купца так и продержал всю дорогу в левой руке словно боясь разжать пальцы чтобы она не пропала на сердце бедного мужика было спокойно и радостно и ему уже мерещилось и коровы и новая сбруя и телега и всякое хозяйское добро все это он теперь купит все справит и к празднику великому все у него будет слава тебе господи отец диодор страница 214 номер восемнадцатый с ним с ним я встретился в одной из маленьких келей в общиной пустыне с первой же минуты нашей встречи его лицо произвело на меня какое-то особенное впечатление но только теперь взглядевшись с него попристально я понял что именно так поразило меня в его наружности это были его глаза большие серые полузакрытые длинными темными ресницами они смотрели на вас с выражением такой безысходной тоски такого бесконечного отчаяния что при одном взгляде на них чувствовалось что невесело должна была быть жизнь этого человека и в то же время взгляд этих глаз как-то невольно манил вас к нему и вам неудержимо хотелось познакомиться с ним поближе несмотря на впечатление произведенное им на меня и на то что я сгорала желание узнать его историю какая-то непонятная робость мешала мне вступить с ним в разговор и мое любопытство вероятно осталось бы неудовлетворенным если бы монах сам не пришел мне на помощь а гроза-то разгулялась вдруг произнес он ишь гром так как гремит и он перекрестился слава тебе господи что эта погода не захватила вас в лесу жутко там сейчас здесь вот поляна чистое место и то как ревет я не боюсь грозы а вот промокнуть было бы неприятно отвечал я промокнуть то что это последнее дело как промокнешь так и высохнешь а вот количь его не приведи господи сосну бурить сломит да по голове придется вот это беда волка бояться и в лес не ходить вы же ходите в лесу во всякую погоду я я что мое дело старое меня если придушить деревом так никому от этого убытку не будет а вот вы то еще молоды вам еще рано умирать а впрочем продолжаем после небольшого молчания как знать кто раньше помрет старый или молодой все это от господа бога бывает совсем еще молодой человек кажется только бы ему жить или красовать а нет возьмет да и приберется при этих последних словах голос его слегка дрогнул да это все от господа говорится что все что он творит все это для нашей пользы так то оно так а все таки иной раз такой случай в жизни выйдет что и возропшишь на господа ох грехи наши грехи наши тяжкие он глубоко вздохнул наступило молчание прерываемое лишь раскатами грома и шумом ветра монах сидел низко опустив голову и казалось весь погрузился в какие то невеселые воспоминания после всего им сказанного еще мне больше чем прежде хотелось вызвать его на разговор но я не смел тревожить его своими расспросами и молчал вдруг он выпрямился и глядя на меня произнес да великий непростительный грех ропот перед господом богом а вот ведь невластны мы побороть в себе это чувство нет нет да и вспомянется прошлое и вознегодует в тебе душа кажется все бы отдал чтобы вернуть прежнюю жизнь да нет не вернешь и он опять и глубоко вздохнул простите если я предложу вам один вопрос решился я заговорить и все что вы только что сказали я догадываюсь что у вас в жизни было какое то большое несчастье если вам это не слишком тяжело то не можете ли вы поделиться со мной вашим горем вы верно угадали что было в моей жизни горе большое горе тяжелое хозяйку свою я схоронил жену свою милую этом вот скоро двадцать годов будет а мне все кажется будто вчера это было вот спросили не тяжело ли будет мне про это вспоминать право сам я вам на это ответить не сумею так как самых с тех пор что я ее схоронил мало с кем мне про это говорить доводилось а нынче вот как начал я с вами этот разговор так теперь уж и самому бросать не хочется если вам не наскучит так я вам расскажу как умею всю мою прежнюю жизнь я конечно отвечал что с удовольствием готов его служить и монах начал свой рассказ теперь с тех пор как я принял постриг мое имя Деодор а раньше меня звали Денисом Ивановичем Кондрашовым родился я в селе Зе Орловской губернии Орловского же уезда семья наша была большая папаша мамаша нас пять братьев да еще сестра жили мы хорошо дружно и достатки наши были хорошие земли свои на четыре души двенадцать десятин да еще у барина своего снимали восемь десятин четыре в яровом до четыре вазимом имели шесть лошадей корову тёлку трех свиней да штук по более двадцати овец хлеба своего завсегда до нового хватало а отца так иной год по пол вагона продавали старшие братья Егор да Ивлампия уже давно были женаты у Егора уже старшему мальчику тринадцатый год шел подошел и мой черед жениться высмотрел я себе невесту в нашем же селе у Сапуновых акулина ее звали из себя прямо красавица была высокая стройная глаза черные белые румяные оу что умна что рукодельна это какое дело не возьмется само у нее в руках так и горит уж такая была девка что всю округу исходить не найти другой такой я ее всей охотой брал и она тоже за меня не неволей шла а уж как мы с ней жили то то есть так жили что на нас все село одевавалось соберутся бывало где бабы сейчас про нас разговор лишь говорят кондраши то как живут словно господа не токма чтобы не с Денису когда поучить свою бабу а и ругать то он и никогда не ругает бывало иной раз и мамаша Санин говорит Денис что ты со своей бабой под барскую стать подделываешься взял бы когда да побил ее не дюжи сильно а так для примера чтобы она понимала какой ты над ней муж есть а то вон уже и люди смеяться стали а я бывало скажу пущай себе мамаша смеются ежели им охота есть а я себе жену брал для себя а не для людей как хочу так и буду с ней жить а указать мне никто не укажет да и сами вы посудите за что я мог ее бить когда она за всю нашу с ней жизнь восемь годочков мы с ней прожили ни единого слова глупого мне не сказала по другим семействам глядишь беспрестанно ссоры неприятности и все через баб а моя акуля восемь годов в нашем семействе прожила и слова никто от нее плохого не слыхал всех всегда во всем она уважала мамаша моей всегда самое главное почтение со снохой с Татьяной и Евлампия брата жена да с заловкой всегда все тихо мирно а уж что с Егоровой Евгенией так прямо как сестры родные жили папаша мой покойник до того ее хозяйку то есть мою любил можно сказать душу свою на нее клал прямо за место дочери родной она ему была других снох все больше по именам зовут Евгения Татьяна а мою как с первых дней стал дочкой звать так до самой ее смерти из дочек она у него и не выходила вы вот небось и не верите что восемь годов мы с женой прожили и ни разу с ней не поссорились нет кое-когда мы бывало с ней и повздорим да только так это всегда бывало что ни единая душенька кроме нас с ней про это не знала за что же бывали у вас ссоры решился я спросить за что да мало ли за что можно мужу с женой не поладить как сейчас помню за что один раз мы с ней поссорились то брали мы конопли а у нее тогда была девчонка двух годочков да еще мальчик грудный она вдруг и говорит Денис я схожу в хату мальчишку покормить сейчас сворочусь я говорю ну что ж иди да долго не оставайся потому надо ночь полосу добрать на завтра какой-то праздник приходился и мне не хотелось бросать полосу не добравши до конца ушла она более часу прошло а ее все нет Татьяна рядом тоже берет конопли да говорит вот мы грешны до полночи верно работать будем а Денис Иванович и ленишину свою не неволит да вечерина на спокой отпустил Татьяна это так себе в шутку сказала а меня досада взяла ничего я Татьяне не ответил на ее речи а прямо пошел в хату вхожу смотрю она сидит около окна и картошки ест меня уж тут вовсе зло взяло как закричуя на нее что же ты со мной делаешь работу бросила я тебя дожидаюсь думаю она за делом пошла а ты что ж жрать села страму на тебя нет а она хоть бы что наперекор мне сказала ложку положила чашку на полку опрокинула да и пошла опять на работу а ночью как все позаснули так на постели сама же еще у меня прощения просила прости меня говорю Денис Иванович задавишь мне мою глупость ребенка покормила закачала и вдруг до того самой что это есть захотела что даже в глазах темно стало ну и и достала из печки картошечек да хлебнула разочкой три а тут ты и пришел да недоволен остался лучше бы мне уж и не есть этих картошечек ну что я на это сказать то дура ты моя дура говорю меня прости что я тебя ругал на то мы помирились и всегда так у нас бывало на этих последних словах монах как-то сразу оборвал вещь и устремив глаза в одну точку глубоко задумался вот давеча произнес после некоторого молчания вот давеча говорил я вам что все то что с нами не делается все это от господа бога и сами мы все в руце господней как говорится в святом писании вот хоть бы смерть акулинину взять другие хворают с простуды с того что тяжело что они поднимут а моей вот от ушибу простого чахотка сделалась вот как это было работали мы с ней на барском поле возили хлеб скирдовник а у нас тогда была кобыла пега и годами хоть и не очень уже молодая да страсть какая пугливая и рьяная моя баба на ней хлеб возила вот едет она на вазу устала уж к скирдовнику подъезжать а тут вдруг из-за повертка откуда ни возьмись выдернул собарский приказчик волоса у него были длинные белые развивается на ветру пальто тоже мотается как увидел его кобыла взвелась на дыбушке да в сторону как прыгнет воз на бок акуля моя наземь да прямая об землю спиной приложилась минут пять лежала не дышала думала думали насмерть убилась ну потом поднялась расходилась до вечера мы с ней еще раз при за снопами ездили только она все на спину жаловалась я ее посылал домой она не пошла говорит пройдет а ночью как легли мы с ней спать так она всю ночь напролет проохала встану я спрашиваю акуля что с тобой или спина болит она ничего говорит обойдется даст бог и с этих самых пор приметно мне стало стала она хворать стала кашлять все жалилась грудь болит продохнуть тяжко с утра все ее больше знобило а подойдет вечер так вся горит щеки прямо что огонь сделаются красными уж чем чем только не лечил я ее и в больнице разов по более десятку мы с ней были и бабки то ее пользовались сколько денег на них перевел и на барском дворе порошков каких-то брал ей от кашля нет ничего и пользы не было что ни день то все боли до боли сохнет ровно как былиночка стала а сама все не поддается через силу поднимается а все таки тащится со мной в поле бывало спросишь и акуля да скажи ты мне ради бога что у тебя болит а она глянет на меня ласково так глянет да скажет грудь вот все не подживает да ты себя этим не беспокой понапрасну это у меня так себе даст бог выздоровею а какое там выздоровеет когда в глазах как свечка тает два года так она тянула а мне все говорит чтоб я себя не беспокоил мне ее жалко то есть вот до сего жалко а гляжу я что она все меня утешает иной раз и самому подумается да может и правда она ничего выздоровеет все она так таилась а там раз сама всю правду мне открыла самую рабочую пору работали мы с ней в своем загоне я косил овес а она за мной вязала оборотился я вижу она на земле лежит у меня и сердце захолодело подбегаю я к ней а она на спинке протянулась глядит на меня и договорит ну Денис Иванович больше я тебе теперь не работница тебе хотела этот загон довязать да силы моей больше нет запрягай-ка телегу довези меня ко двору а мне больше с тобой не работать последняя это наша с тобой работа была так ты запомни она мне это говорит а я стою ровно пьяный какой перед ней и сам ничего не помню лучше бы она в ту пору взяла нож в остырь да сразу меня ножом бы тем зарезала чем эти речи было мне от нее слушать пошел я за лошадью запряг телегу постелил ей помягче повез ее ко двору с этого дня она уже больше не поднималась до самого того дня как померла за три недели до смерти захотелось ей чтобы мы ее свезли к ее родному папаше в дом не хотелось мне этого ну да и ее обидеть жалко было перевез ее к Сапуновым а сам дома жил ночевать только к тестью ходил дома ребятишки кое-как и работишка какая была конопли добирали картошку копали дня три после того что я ее перевез все я так мыкался днем дома работу справляю а у самого из головы все о кулина не выходит наконец не стерпела моя душа отпросился у папаши и ушел к Сапуновым у них до самой до ее смерти и находился первые дни раздумья меня брало что хоть и отпустил меня папаша а все как домашние станут ему говорить что мы вот мол работаем а Денис калентяйничает так чтобы не стал он на меня обижаться а потом вижу что совсем напрасны мои эти мысли нынче я из двора ушел а на завтра в обедах приходит сестра душка папаша наказал узнать про акулинина здоровье а на другой день опять кто-то из дома прислал про акулю спрашивать а после сам ехал с рожей на барскую мельницу слез против Сапуновых лошадь привязал к ракитке и идет в хату теща на пороге его встречает он первым делом спрашивает ну что как тут у вас дочка моя поживает а уж она тут плохая была приплохая а теща говорит давай идите Иван Кондратич сами поглядите какая дочка ваша стала он вошел поздоровался с ней поговорил маленько собирается уходить да и говорит ну счастливо тебе оставаться дочка выздоравливай казанская солдат придет а мы тут среднего брата ванюшку из солдат дожидали так увстревать будем она глянула на него чуть-чуть усмехнулась и говорит нет папаша солдата уж вы без меня встречаете а мне более не выздороветь чую я что смерть моя вот-вот приходит а вас все вот что заради бога буду просить случай моей смерти не кидайте папашечка моих сирот да уж до того хорошо она его просила до того жалостно что и сейчас вспомнишь сердце ноет а уж как помирать то ей продолжал он помолчал несколько времени так уж такие слова мне сказала что весь народ что в избе был не мог стерпеть плакал первым делом похотелось ей чтобы ее с постели где она все до той поры лежала на лавку перенес подзывает она меня в тот день под тот день что ей кончится да и говорит Денис Иванович желается мне на лавку лечь к светушку поближе а то здесь очень темно а лавку сапанов возле самого окна стояла а я ей говорю да что же сейчас мамашу кликну они тебя с душкой перенесут а она говорит нет Денис Иванович уж вы сами меня перенесите не поставьте себе этого в труд я все равно помру вам смеяться люди не будут что вот мол Дениска свою хозяйку по барски на руках таскал а уж моей душеньке желается чтоб сами вы меня перенесли напоследок сама то говорит и уж так то жалостно в глаза мне глядит уж так то было ей в просьбе ее отказать то как да еще и то сказать что в ту пору я бы ее не то что с постели на лавку а кажись до губернии до нашей на своих руках донес и и и и Продолжение следует...